Градоначальник встретился с перевозчиками. Мирам Смогулов недоволен работой карагандинских автопарков. Судя по количеству жалоб от жителей города, с повышением тарифа на проезд, качество услуг осталось на прежнем уровне. Хамство кондукторов, несоблюдение графика, эти и другие проблемы обсудили накануне. Наш корреспондент Нурила Туржан расскажет подробнее. Надо руководителей посадить в автобус зимой, хороблым. Он пускай 10 минут постоит там на столах, потом зайдет в автобус, как селедка. Со стороны жителей города также не прекращаются жалобы на перевозчиков. Тариф на проезд стал больше, однако качество обслуживания по-прежнему оставляет желать лучшего. Грубое обслуживание курящей водители. Карагандинцев не устраивает и интенсивность движения маршрутов. Горожанам приходится стоять на автобусных остановках 30-40 минут, а то и больше. Мы ждем где-то 10-15-20, 30 минут даже более. Если влезем на один автобус, это радость для нас. Я с ребенком езжу, с Майкудука. Четвертый год, на 146. Еле заходим. Если заходим, это кто-то с чем-то. Еще какие-нибудь претензии есть к автопарке? Ну, водители не открывают дверь, переднюю дверь в основном. Через среднюю дверь мы не заходим, потому что людей очень много. Утром чуть на работу не опоздала. Тоже ждала, ждала. На 7 не было, на 7-15 не было. Какой именно маршрут? Нам не нравится. Во-первых, сейчас то, что холодно. Они, естественно, замерзают, ходят плохо. Ну и летом ходили, естественно. В этом году при плановом количестве запущено 639 маршрутных единиц. Однако из них действует только 509 автобусов. Кроме того, многие из них не соблюдают утвержденный временной интервал. Вместо положенных 5-6 минут они затягивают на 10-15 минут. Некоторые маршруты и вовсе позволяют себе сокращать свой рабочий день. Завершение работы маршрутов раньше от положенного графика. Рабочие дни на 1 час, выходные дни на 1,5 часа. Вы там писали свои письма, ссылались на правила перевозок. В соответствии с пунктом 177-2 правил перевозок, при нарушении существенных условий договора перевозчикам более трех раз в течение одного года, организатор расторгает настоящий договор в одностороннем порядке. Бывает, что водители автобусов попросту не соблюдают правил дорожного движения, подрезают друг друга на дорогах, превышают скорость, выезжают на полосу встречного движения. Один раз построили, один раз акцию оставили бы, изъяли бы маршрут и все стало бы на место.